Зашла в магазинчик, купила сыр, ну альтернатива творогу, ценовая политика, полкилограмма сыр, очень вкусный, вот три буквы, мне Катя сказала, должно писаться три буквы, лор, лор, о, это я запомнила, полкилограмма стоит 37-38 лир, будем считать так, ну это сколько, 2,5 доллара, 2,5 доллара полкилограмма вот такого вкусного сыра. Альтернатива творогу и клубника, вчера не видела, сегодня первый раз увидела клубничку, вот сейчас покажу цену, килограмм клубники стоит 2 доллара, 30 лир, ну плюс-минус, здесь 37 лир, значит 2,5 доллара я потратила на эту клубнику, но килограмм клубники стоит 2 доллара, я в сезон летом покупаю клубнику для варенья по 2 доллара в сезон, ну это первая клубника, возможно она не такая, конечно, вкусная, понятное дело, но не в системе, можно баловать себя брать. Всем доброе утро, 9 часов утра, возьмите, я готовлю себе еду, но не на сейчас, нет, на 12 или на 13.00, я просто приготовлю, потому что буду уходить, а еда у меня будет готова. Как всегда я выпила 2 чашки кофе со сливками, кусочек сыра, грамм 15 и грамм 5 сливочного масла, несколько маслин съела. Мне писали, вот вы говорите, что вы не едите, но вы же с кофе едите сыр, масло, маслины, это 250 калорий, какие это 250 калорий? Кофе не имеет калорий, раз, пол чайной ложки, пол чайной ложки сливок, это что, 100 калорий? Не думаю. 15 грамм сыра, это что, 200 калорий? Не думаю. Маслины, какие калории? И потом, я хочу напомнить, я калорий не считаю, вообще никогда не считала, у меня все на глаз. Нами руководят не числа, не математика, нами руководят гормоны. Даже Алексей Ковальков позволяет себе с чашкой кофе утреннего съесть кусочек сыра, 20 грамм, ну как спичечный коробок, он так говорит, 20 грамм. Это не завтрак, завтрак намного плотнее должен быть, ну у кого-то завтрак в 10 часов. У меня первый прием пищи такой, основной, в 12 или в 13.00, но мне так нравится. Я вот выпиваю вторую чашку кофе с молочком, со сливками, но если со сливками, говорю сразу, насыщает на дольше. Вот давайте жиры, немножко, максимум чайная ложка, максимум, это очень вкусно. Но у меня 35% жирности сливки. Об этом напомнила. Ну и вот моя еда, она абсолютно ничем не отличается от киевской еды. Вот пожалуйста, я вчера покупала сыр, я показывала этот пакет. Сыр, он довольно плотный, альтернатива нашему творогу, посмотрите. Ну точно, плотный творог, очень-очень вкусный. Я положила в эту мисочку 2 столовые ложки, плюс-минус, на глаз, все на глаз. Отруби, отруби, как всегда, у меня овсяные, очень нежные, посмотрите, очень нежные. Я напоминаю, употребляйте утром, кто хочет пострадать, похудеть, не овсяную кашу, геркулес, рафинированная каша, которая ничего не имеет, она же рафинированная. Употребляйте отруби, кто хочет похудеть, экспериментируйте на себе. Вы едите отруби, с йогуртом, с ряженкой, да с чем хотите, с салатом. Отруби имеют такое свойство разбухать в желудочке, в желудке разбухают, увеличиваются в объеме. Мы же пьем с вами много жидкости, не только воды, жидкости. И суп тоже самое, это жидкость. И яблоко, это тоже жидкость там есть, мы употребляем много жидкости. Отруби разбухают, они идут по кишечнику, хватают все плохое. Они даже убирают соли тяжелых металлов, они убирают все токсины, они выводят все гадости с нашего кишечника. Это очень здорово, очень полезно. Отруби это клондайк, витамин и микроэлементов различных. Витамины группы В это отруби. Можно посмотреть химический состав отрубей, ржаных, овсяных, пшеничных. И каждые отруби действуют по-своему. Вот пшеничные отруби, это конкретно метла. Ну то есть, отруби это классно, это здорово. Даже доктор Евдокименко советовал употреблять отруби, чтобы понижать холестерин. Доктор Евдокименко уважаемый человек, поэтому обязательно употребляйте отруби. Может быть, отруби кому-то не его продукт? Находите альтернативу. Попробуйте псиллиум. Он, конечно, дороже намного. Ну, наверное, скорее всего, это маркетинг. Индустрия мешалась, а очень дорого. Псиллиум, придумали же название, псиллиум. А в народе это шелуха подорожника всего лишь. Но шелуха подорожника намного мягче, как гель. Пробуйте, может быть, кому-то подойдет шелуха подорожника, тире псиллиум. Ну или какая-то такая клетчатка, которая нерастворимая. Какая-то капуста, какая-то репа, может быть, кому-то идет. Но мне нравится есть отруби употреблять. Пожалуйста, отруби, значит, творог, отруби, овсяное, йогурт. Может быть, здесь есть и ряженка наподобие, не знаю. Но вот сейчас, в данный момент, йогурт. Нравится еще потому, что намного дешевле, чем у нас. Вот у нас баночка 300 грамм. Ягодин, выготовник ягодин, называется йогурт турецкий. Так и пишется, турецкий, 300 грамм. В Украине коштувал, когда я была в Киеве, 27 гривен. 27 гривен – это 1 доллар. А тут 1 доллар и 30 центов, вибачаюсь, 1 доллар и 30 центов, коштует 850 грамм. На 500 грамм больше всей коробки. На 500 грамм больше в этой коробке. А, люди, конечно, нравится. И что, как нравится? Хоть ложками ешьте. Супер просто. Молочка – это наша микрофлора. И то же самое отруби. Это работа нашего кишечника. Это еда для наших хороших бактерий. Украшу клубничкой. Очень дешево, как для меня. Я в разгар клубники в Киеве покупала для варенья по 2 доллара. По 55 гривен. Киеве в разгар клубники по 55 гривен. Потом немножко наупала клубника. Было такое. Но покупала для переработки клубники по 2 доллара. А тут начало сезона 2 доллара. Ну, разве это дорого? Нет, конечно. Ну, она, конечно, не такая вкусная. Это понятно, как везде. Но ничего. Зато клубничка балуемся. Кто-то не клубнику берет. Кто-то яблочко потрет на терочке. Кто-то киви. Киви – китайская ягодка. Очень-очень полезная. Очень много магния. Больше всего магния в киви. И витамин С больше, чем лимон. Обязательно киви. Один киви – супер день. Ну вот, сейчас украшу свою кашку. И покажу вам свою еду. Ничем не отличается от киевского. Моя еда. От киевской еды. Моя еда в Турции. Абсолютно. Так плюс-минус по продуктам немножко. Вот такой густой. Тоже хороший йогурт. У нас киви хороший. Здесь хороший. Пожалуйста. Ложечка стоит. Вот сейчас положу в мисочку. Вот такую кашу можно есть вечером. И вот этот поздний ужин будет называться эубиотический поздний ужин. Эубиотика. Это очень полезная еда для нашей микрофлоры. Посмотрите видео. Там я конкретнее все рассказываю. Маленькое дополнение. Здесь творог. Творог это молочный белок. Это казин. Казин очень сложно и долго расщепляется, перерабатывается в нашем организме. Поэтому идет долгое насыщение. Надолго. Вот поев такую кашу вечером, вы даже утром не будете хотеть есть. Готовьте. Готовьте. Что съесть. Киви. 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 майки мужские белоснежные полотенечко белоснежные идеальные хозяйки но вы посмотрите как позволяют себе вешать белье простыни пододеянники постоянно болтаются перед глазами у соседей это у всех так это манечка турецких хозяек вот посмотрите но получается плевать на соседа да ну как это можно позволить себе чтобы твоя постель у кого-то перед глазами постоянно болталась я бы себе не позволила такого никогда и не позволила чтобы кто-то вот так вешал у меня перед глазами свои тряпки я бы один раз открыла окно и научила человека как нужно правильно вешать белье приподнять немножко кстати белье на прищепках приподними на 20 сантиметров на полметра не будет болтаться белье у людей перед глазами и это массово так везде факты вот факты обалдеть так если бы не было балкона три балкона большая терраса как и у моих детей на солнечную сторону большая терраса и сушки нет денис неоднократно жаловался коменданту дома у человек сидит на стуле выходит перед носом болтается у него что-то даже напротив ну что то за цыганское шатро это дорогие дома нужно уважать соседей ну вот эта манечка турецкий женщин это бесполезно цыганское шатро вот пожалуйста иду по улице взяла крупным планом опять белье полностью на метр висит перед чужим балконом на метр вот захотите посидеть на стульчике выйдите а там тряпки болтаются над головой у вас вот такая сущность я немного приблизила вот это сооружение это такое укрытие не написали люди а что это это музей сверху вот на таком пригорке находится сооружение там скамеечки есть и можно спрятаться от солнышка и дождя вдали тоже просматриваются немножко приблизила кадр и так вдоль моря в парке обещала показать людям вот пожалуйста смотрите детская площадка здесь тоже такие навесы вот навес пожалуйста вот трос натянут вот трос натянут все для людей от солнышка от дождика прячьтесь пожалуйста вот опять такие укрытия солнышка дождика пожалуйста детские площадки здесь рядом собачки отдыхают здесь здесь такая площадка скамеечки есть немного пару скамеек здесь на данный момент и вот пожалуйста прячемся от солнышка прячемся от дождика пожалуйста и второе такое укрытие дальше прямо на травочки и рядышком на травке вот такое укрытие от солнышка от дождика сверху измит верхний город снизу пальмы травка зеленая и залив мраморного моря парк возле моря две собачки отдыхают и очередной домик для собачек рядом жилые дома трасса парк и жилье для собак вот у меня хорошая такая труса сейчас здесь красивая лейка цветут деревья я не знаю какие названия этих деревьев не знаю но очень так приятно конечно весна чувствуется все цветет здесь белый цвет направо розовый цвет очень красиво лужайка почти ромашки а может это турецкие ромашки территория возле домика мой такой декор велосипед сверху здесь вот выставлены игрушечки смотрите игрушечки вдоль заборчика боже мой какая красота какой декор здесь обалдеть ой дальше и самовар стоит там печь такая мангал какая красота это же кто-то занимается жильцы дома идем дальше сейчас смотрим вот велосипед стоит на багажнике вазончик с цветами это все декор люди посмотрите видите ой здесь даже деревянная пушка стоит а дальше какая-то повозка стоит деревянные все деревянные а здесь пенечек украшен цветами вазончик и красота как люди оформляют возле дома а вот сейчас я немножко увеличу и покажу крупным планом вот такое дерево и на дереве просто хижина робинсон круза просто посмотрите хижина на дереве ласты висят ракетка от бадминтона пожалуйста посмотрите просто хижина на дереве так игрушечки здесь выставлены машинки смотрите машинки собачки здесь лежат охраняет все здесь столик пожалуйста шахматы на столике вы посмотрите доска шахматная шахматы дальше место для художника мольберн посмотрите два маленьких стульчика и мольберн велосипед так сейчас дальше пройдем мольберн какое чудо вот пожалуйста вдоль заборчика в круговую полностью машинки выставлены детские машинки игрушки машинки смотрите ой красота какая наверное все в дом собирали машинки вот так оформление такое дальше там вот пожалуйста такая клумбочка игрушек машинки так дальше иду так вот пожалуйста даже самовар просматривается да да самовар вот пожалуйста это один человек наверное занимается вот этим оформлением а вот дерево так вот я взяла дерево а там сковоречник видно всем пожалуйста интересно же как вот крупным планом велосипед на багажнике горшочек цвета с цветами вот пожалуйста деревянная пушка дальше такая тачка и вот вот такая горка тоже вот камни ствол дерева и вот этот ствол вот так украшен горшочками с цветами вот вот а там посуда просто чайник сверху посмотрите обалдеть и гамак даже висит вот так ну честно ну сказочно просто сказочно сказочно красиво и пожалуйста охрана на месте две собачки загорают отдыхают на солнышке а вот возле жилого дома многоэтажка такое красивое дерево но будет красивые цветы красиво я не знаю название этого дерева распускаются цветы еще листочков нету а цветы распускаются если кто-то знает напишите пожалуйста